Карпинский бухой пилот Лады, проезжая по двору, залетел на тротуар, и на глазах девушки снес парня. По одной из версий, ревнивец намеренно сбил пешехода, сымитировав нечаянный наезд по пьяной лавочке. В Екатеринбурге на Ботанике бродил с ножом то ли бухой, то ли обдолбанный мужик, которого обезоружили дворник с лопатой и председатель ТСН. Полиция неадекват заявил, что он живет на планете мертвецов и охраняет район. На Уралмаше под утро странный человек из местных проткнул колесо легковушки, а накануне он проколол шины еще трех автомобилей. В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест известного в прошлом олигарха и политика Малека Гайсена. По версии некоторых СМИ, бывший депутат Госдумы попал под уголовку за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Правда, в суде эту информацию частично опровергли. Два десятка обманутых клиентов екатеринбургских автосалонов записали видеообращение к президенту страны и главу МВД и Следственного комитета. Люди утверждают, что стали жертвами мошенников и на месте их проблему никто не решает. Бывший следователь СКР раскрыл детали старого уголовного дела маньяка-электрика, который заманил студента в гараж, усадил в автомобиль, дал ему в руки два проводка якобы от детектора лжи и вырубил ток на полную катушку, а потом с восторгом наблюдал предсмертную агонию своей жертвы. Согласно официальной статистике, в этом январе, в январе 2023 года, по сравнению с прошлым, на Свердловщине люди гораздо чаще умирали, чем рождались. Разница чуть ли не в два раза. Так, в январе этого года на Свердловщине родилось 3216 человек, а умерло целых 5748. Музыка.